Всем привет! Возможно, у кого-то есть необходимость сделать удерживание кнопки. Для того, чтобы это сотворить, необходимо создать, так скажем, исполняющие действия кнопки и действия, которые у нас находятся в стадии мэппинг. Смотрите, создадим эту клавишу и здесь и тут. Соответственно, мы ее давайте назовем, я не знаю, допустим, qwerd. Здесь будет qwerd2, а здесь qwerd1. Это просто наименование. Особо не имеет значения. Представим, что здесь у нас сама клавиша будет, я не знаю, допустим, пробел. То есть здесь пробел, здесь пробел. Все, что нам необходимо. Давайте зайдем в персонажа. В персонажа мы пропишем такую лойгоку. Вводим qwerd1 и qwerd2. qwerd1 у нас будет внизу. Для того, чтобы исполнить действие. Во-первых, из первого мы вызываем ноду gate. Это у нас ворота. Здесь входящий, так скажем, разрешающий сигнал. Это сигнал открытия. Это сигнал закрытия. И далее, чтобы нам определить нажатие клавиши, давайте выберем getPlayerController. Далее мы выбираем getInput. InputKeyTimeDown. То есть мы определяем, сколько времени на таты клавиши. Саму клавишу мы берем из qwerd1. То есть вот здесь вот кей у нас есть. Мы ее отсюда берем. Далее мы уже будем проверять, допустим, нам необходимо, чтобы эту клавишу человек нажал и ждал в течение, допустим, 5 секунд. Делаем branch для определения по времени. То есть проверяем. Если true, соответственно, мы давайте выведем printString. Сделаем копию. Здесь у нас ноль. Туда тоже мы нолик добавим. Так, на false поставим красный цвет. Пусть это будет надпись hello. Давайте проверим. Соответственно, мы нажимаем пробел. Hello красная, да? Но так как у нас пробел является прыжком, соответственно, давайте все-таки переназначим другую клавишу. Давайте пусть будет z. Потому что нюансы такие, да? То есть два раза большие воздействия не могут быть. Ждем 5 секунд. И, соответственно, вот hello у нас посинело. Все остальное время он показывал красным обозначение, потому что false. То есть так как не больше 5 и не равно 5 было. Также мы можем исправить некоторые возможные проблемы. Ноды doOns. И, соответственно, для того, чтобы открыть doOns для дальнейшего использования, здесь мы должны выбрать sequence. Первое у нас закрывает. Это у нас нажатие. Это у нас отжатие клавиши. И, соответственно, на отжатие мы и закрываем ваши ворота, так скажу, и делаем reset doOns. Давайте проверим. Пока у нас идет по нижней. На заднем фоне вы можете наблюдать. И, соответственно, он показал открытие. Также можно, допустим, делать на таком открытии виджетов. Допустим, есть какой-то виджет. Это мы, допустим, уберем. Подойдем к персонажу. Нажимаем Z. Держим ее. И через 5 секунд у нас появляется виджет. То есть, при необходимости вы можете это сделать по определению коллизии какого-то ящика, какие-то действия, да, то есть без показывания процента загрузок и так далее. Просто ожидание. И, соответственно, все. Мы также нажимаем Z. И все работает. В течение 5 секунд. Смотрите, еще можно примерно так на false, да, мы можем допустим, если наше время вот здесь мы можем branch поставить тоже какой-нибудь и тоже сравнивать. Допустим, если время будет больше равно допустим, 2 секундам, вы можете соответственно какие-то действия сделать. Допустим, включить лампочку, еще что-то вам необходимо такое, что-то интересненькое, вы можете воспользоваться этим. то есть, так, ну давайте нолик, чтобы он нам постоянно не заполнял весь лист. Hello, зеленая появилась. позже 2 секунд она постоянно горела. То есть, если это ввести прям равной 2, такое, кстати, может не сработать из-за того, что float float там с небольшими, так скажем, рывками может двигаться. И у нас как раз таки она и не сработала. То есть, когда равно 2 секундам, вот оно прям не работает. вы можете ограничить допустим, больше 2 и допустим меньше ну я не знаю, там 2 и 1 что-то подобное. Все это объединить and boolean и соответственно проверить. подходим зажимаем появилось резко и исчезло и у нас соответственно появляется тот виджет который открывается при 5 секундах. На этом все. Думаю, кому-то было интересно и полезно. Возможно, вы воспользуетесь это где-то в игре. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok